всем привет с вами тет и вот наша серия зазергов дошла уже до двух базовых аллынов обязательно смотрите до конца и ваш ммр точно пойдет вверх потому что это очень очень мощные рабочие стратегии открываемся мы как и в прошлой серии собственно уникальный наш билд и вообще будем него постоянно открываться это реально уникально хорошее открытие 8 на 17 18 17 вот так собственно сейчас вот этот дрончик поедет занимать хату а я вам предложу отвлечься и написать комментарий считаете ли вы что макро игроки сильнее чем чизеры такой вот вам вопрос макро или чизы давайте в комментах ответим и предлагаю всем еще ознакомиться с видосом из предложки классный видосик я записал такой про производительность про всякие такие штучки полезно к ознакомлению вот тем временем собственно мы уже открылись за зерга у нас все хорошо давайте промотаем где уже достроится пул вот такая стратегия в принципе подойдет против любой расы и что она полезного дает целом как вы видите мы приходим к примеру сопернику и у него нету второй базы неважно это зерк процесс альтеран конечно же это зерк вы в будущем будете реагировать сразу начиная подстраивать собачек но в целом против тоса против терана вы можете спокойно занимать третью базу начинать делать инъекции но и тут уже дальше немножко продумывать будут вас все-таки прессе или нет но при любом раскладе будут или нет прессить вы тренируете сейчас вот этот билд и ваша задача что сделать натренировать как можно быстрее насыщение с двух баз и производство за у вас то есть это будет просто чуть чуть сложнее чем с одной базы как это было пару серий назад вот так вот откатились как бы опять с трех баз слезли никаких апгрейдов не делаем как и раньше сосредотачиваемся только на производстве инъекций на производстве королев делаем королев дополнительных из баз когда накопится 100 газа мы делаем лэйр мы делаем ручвара делаем обязательно королев на каждую хату 3 хата у нас нужно для чего она нужна просто для производства ее можно ставить и здесь в конкретном от варианте именно если играете такой стиль можно ее ставить не на месте 3 базы а где-нибудь тут здесь я показываю вариант в тараканов для тараканов много газа не надо поэтому в принципе мы вот играем с трех газов вот то есть два газа тут один тут 44 рабочих это классное число чтобы принципе иметь как бы трех базовую 2 базовое насыщение но лишних рабочих вот и отправил сюда то что три лишних рабочих которые могли быть на газу если вы хотите вы можете также с гидролизками олынить тогда нужно будет 4 газа тогда эти рабочие будут на этом газу естественно сидеть и добывать и все смотрите пятая минута у нас все готово вся экономика готова хаты готовы к вины делают инъекции мы отсюда просто начинаем начинаем кучу тараканов тараканам мы учим скорость они так немножко полезнее будут вот и собираемся в каком-нибудь месте у соперника атакуем примерно на шестой минуте 30 секунде то есть вы можете собираться в принципе и тут но лучше подкопиться чуть-чуть у соперника вам ничего не мешает идти в атаку 630 атака как видите мою сторону полетел battlecruiser он полетит сейчас защищать вторую базу то есть тиран думал с battlecruiser будет безопасности естественно это не так потому что тараканы их очень много battlecruiser один он будет хоть и быстро убивать но все равно тараканов намного больше чем он способен убивать тараканы вот так вот будут приходить убивать но ваш соперник может быть готов биться поэтому в принципе не сосредотачивайтесь именно на победе вы уже будете такой стратегии побеждать это точно но самое главное сосредоточьтесь на том чтобы у вас момент вот этой атаки 7 минута да запомните что мы в принципе начали атаковать уже там на шестой на седьмой минуте у нас все еще ресурсы на нуле то есть мы постоянно кидаем инъекции не пропускаем до заказы и чтобы не происходило самое главное инъекции до заказа то есть трата ресурсов если вы ресурсы не тратить но это плохо это естественно неправильно вот сейчас тут будет шаг отчаяния battlecruiser но мы опять же видели battlecruiser настроили еще дополнительных queen скорее всего должен заказать хотя пока не заказываю то есть он при любом раскладе пойдет сейчас контратаковать ведь по воздуху у меня тараканы не стреляют и собственно его легко отбить будет квинами все это все не проблема самое главное учитесь вот с этого вот именно набора экономики поддерживать производства защищать свои две базы привыкайте то есть защита это тоже вот важный факт как бы у нас начале было в первых там шагах мы играли с одной базы вам ее проще защищать вы ее видите на экране тут мы играем в две базы все у нас два экрана работают вот следующем ролике мы будем играть уже в три базы у нас три экрана работают и при этом не просто три экрана работают все равно мы должны еще контролировать что делают наши войска и по сути чем больше у вас баз тем вы больше экранов добавляете то есть представляете себе базу как экран который вы должны контролировать и вот сейчас вам в принципе достаточно двух экранов то есть вот эту базу реально можно сюда переносить смело и вот на двух экранах следи за всем на базе 3 экран это атака то есть потом вы добавите три экрана 4 экран то атака потом вы добавите три экрана плюс еще четвертый экран крип плюс пятый экран атака плюс шестой экран какая-нибудь забегание вот и вот это уже будет прям мощный starcraft но на данном этапе не распыляйтесь играйте чуть-чуть сужайте игру и тренируйте скиллы вот в этих рамках именно в рамках восьмиминутных игр с двух бас приходя к сопернику и начинаю его принципе терроризировать напрягать убивать и так далее то есть не давайте не давайте вашим соперникам возможности продохнуть возможности отбиться обязательно вот а еще здесь была такая ошибочка допущена опять же но я часто допускаю на самом деле по неопытности то что меняю раз и часто последний вот но запомните первые две клины когда выходят вот эта квина кидает крип а вот это кидает инъекцию либо наоборот то есть можно сюда кинуть крип чтобы начать соединять две базы потом его распространять то есть никогда не делайте первых две инъекции иначе у вас ну не хватит на вот этих вот личинок всех заказаться денег не хватает сейчас все личинки заказать такая вот маленькая ошибка просто имейте ввиду запоминайте и не повторяйте ее вот и можно естественно заказывать пару лингов самом начале таким образом вы будете легче намного защищаться от различных всяких атак соперника более ранних таких как риперы и прочее 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 а с вами был тет спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был тет а